Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Пришло время подвести итоги с моей затеей экспериментом этого года. Это выращивание томатов безрассадным способом. Помните, в начале сезона мы еще с вами когда обсуждали устройство теплой грядки, другие, скажем так, делали обзоры по сортам томатов Сидек. В том числе я рассказывала, что несколько сортов и гибридов я посадила на пробу, поскольку я еще не знакома была с этим методом выращивания томатов, семечками в грунт, непосредственно в грядку, где они росли от момента посева до момента, скажем так, завершения плодоношения. И было очень много скептиков и отговаривали, зачем, у тебя масса рассада, вырасти это. Я человек упрямый и азартный, я захотела попробовать. Напомню буквально в двух словах, как мы это делали. Мы с вами вместе, помните, открыли грядку, подготовили ее к посадке, установили пленочный тоннель с панбондом сороковой номер, то есть он достаточно плотный, потому что, скажем так, безрассадный способ укрытия и выращивания томатов, он требует более комфортных, теплых условий, поскольку маленькая рассада, она с самого старта растет в неблагоприятных условиях, ни в квартире, ни на лоджии, ни на балконе, ни в специальном рассаднике, а непосредственно уже в том же самом грунте, в котором она будет развиваться и дальше. Мы с вами вместе сделали грядку термоса, обложили по периметру соломой, сделали прочное укрытие, заложили органику, которая, скажем так, давала дополнительное тепло. И мы высадили семена томатов, я сейчас перечислю еще кратенько, какие мы томаты с вами высаживали, непосредственно семечками в лунку. Я прикрыла это все сверху тоже органикой, мульчей для тепла, для создания комфортных условий, и вот они дали всходы. При этом в эту же самую теплую грядку термос мы высадили рассаду способом без пикировки. То есть я в ящики высела по сортам и гибридам томатики, они взошли, и в фазе двух-трех, скажем так, листиков я распикировала уже в грядку. Там они доращивались, и я уже потом, при наступлении оптимального температурного режима, высадила их в грунт уже с определенной частотой. Соответственно, поделилась рассадой со своими коллегами и всеми страждущими, кто просил это сделать. Как развивались события? Как сложилась жизнь у томатиков? Во-первых, я напомню, это томаты Крайний Север, Беталюкс, Непасс-2, Непасс-6 и томат Вспышка. Почему я их отобрала? Это специальные томаты сорта гибриды, которые с очень ранним сроком созревания от 85 до 100, 105, 110 дней. Это максимум от начала посева до плодоношения куста, развитого уже непосредственно в грядке. С какими трудностями я столкнулась? Во-первых, я не учла один момент, самый главный. Ну, скажем так, я не гуру, я не бог какой-то, не специалист узкопрофильной по выращиванию томатов. Томаты у меня удаются, урождаются. Но в этом способе был нюанс. Я на одну и ту же грядку, термос так называемый. Потом рассадила томаты безрассадным способом, то есть я их выровняла посадки, сделала их более редкими, чтобы комфортно им было расти и ухаживать за ними. И в этих лунках у меня остались томаты серии как раз не пасы, не требующие особого ухода, устойчивые, скажем так, к атмосферным каким-то катаклизмам и заболеваниям. Я их оставила вместе с томатами, которые были старше по времени высадки. Соответственно, они развивались разными темпами. Если вот эти томатики, которые я перечислила, они развивались семечко, сначала выросла рассада, поскольку я их по два-три семечка в лунку высаживала, я потом выбрала два самых крупных, самых жизнеспособных, самых красивых, на мой взгляд, и вела уже их в два стволика каждый сорт, соответственно, чтобы получить больше урожай. Так же, как и на все остальные грядки. И получилось так, что когда у меня уже начали вовсю завязываться плоды на кустах, которые были высажены уже рассадой, и по сравнению с теми, которые выросли из семечка, у них получился разный, скажем так, срок вегетации. Нужно было проводить плановые обработки для томатов от всех заболеваний. То есть, профилактика будущей медицины. Мы начали все это в комплексе делать. И потом, когда нужно было делать уже следующие профилактические обработки, в том числе от фитофтороза, кладоспориоза и целого комплекса, скажем так, заболеваний, особенно томаты, которые подвержены в открытом грунте, те томаты, которые у меня более ранние, скажем так, срока посева в этой же грядке, уже системными препаратами пользоваться было нельзя, потому что они расположены близко друг к другу. И получилось, что либо жертвовать целой грядкой, скажем так, и не брать плоды, поскольку срок ожидания препаратов в среднем от 20 дней, те, которые я использовала, либо пустить на самотек вот эти вот мои экспериментальные томатики, которые я выращивала безрассадным способом. Но я выбрала, скажем, изол меньшее, поскольку решила, пускай это будет у меня эксперимент, поскольку томатов уродилось очень много, мне хватило их с лихвой, до сих пор я их перерабатываю. А это детище, скажем так, способы, которые мне неизвестны. Я хочу с ним поделиться с вами. Какой еще другой момент, кроме обработок? Естественно, поскольку не было достаточной профилактической базы, осуществлено с этими томатами, не были все комплексные обработки проведены, фитофтор, видите, проявляется. Как только вот эти вот, я бы не стала специально все убирать, чтобы вы посмотрели, да, действительно, и какие-то пятнышки на стволах уже перекинулось, заболевания. Но делать уже ничего нельзя, потому что растение плодоносят, мы уже это все кушаем, потребляем в пищу, соответственно, получаем то, что получили. Если бы я отсадила их отдельно, я весь комплекс обработок успела бы сделать. Этим малышам досталось по полной программе. Сначала засушили мои, когда они были рассадой, и они боролись в своем юном возрасте с засухой, хотя был умеренный полив, но общая сухость воздуха, многие с того договорились, что даже цвет там томаты сбрасывали в открытом груди, несмотря на притенение с понбондом, они все это застали. Ну, а в июле, сами знаете, у нас лето кончилось, и когда у них начала формироваться зависть, им не хватало элементарного тепла, им не хватало элементарной сухости воздуха, чтобы вот зерна пыльцы смогли опылиться нормально на, скажем так, на цветах томатов, потому что было очень влажно, зернышки пыльцы склеивались, и поэтому даже кое-где, вот по словам, если смотреть, пропуски в зависти образовались, то есть это неблагоприятные условия, сыграли злую шутку. И третье приключение, я считаю, кроме вот заболеваний, которое на них свалилось, у нас буквально около трех недель назад случился сильный град, ну, две с половиной, две недели назад. Соответственно, очень много томатов у меня, поскольку они были на этот момент незакрытые, очень много пострадало, они просто осыпались, и зеленые были, и соспевшие томаты, поэтому вид у них плачевный. Листву я обрезала, поскольку хоть и говорят, что томаты нужно при первых признаках фитофторы как бы собрать, чтобы уберечь плоды от поражения, но я за ними наблюдаю, смотрю, что они у меня благополучно спеют, и пока темных пятен на плодах нет, все-таки на кусту, пускай даже без листьев, они будут все равно вкуснее, чем те томатики и плоды, которые мы соберем и разложим на какую-то поверхность для их полного соспевания. Какие выводы я для себя сделала? Способ рабочий, учитывая то, что я еще забыла упомянуть, в конце июня, когда вот был этот переходный период между теплом и холодом, вот они у меня остались полностью на две недели без присмотра, меня просто не было на участке, муж у меня тут хозяйствовал как мог, слава богу, что поливал, как говорится, и они у меня остались без обработок, без подкормок, вообще без ничего, росли как трава в поле. То есть как производитель и заявлял, что это малоуходные томаты, то есть даже в условиях, когда вы будете проводить уход только по выходным, они вам уже дадут урожай. Вот здесь вот мелкоплодные томатики, посмотрите, их много, учитывая, сколько мы уже скушали, учитывая, сколько градом отбило. И я собрала их, просто они были повреждены, они никуда у меня не пошли. Плюс томаты более крупноплодные, они у нас и в пищу идут. То есть если посмотреть, в разрезе даже, томаты полностью доспелые, то есть несмотря на то, что они поздно высажены. Смотрите, сахарная мякоть, тонкая кожица, настоящий томатный аромат. То есть им все хватило, даже в этих супер неблагоприятных условиях, скажем так, и моем головотяпстве по отношению к ним, то есть не было обработок, две недели они вообще бесхозные были, брошенные, они дали даже в этих суровых условиях результат. То есть какой вывод для себя сделал? Метод рабочий. Если произошел какой-то форс-мажор, вы остались без рассады, допустим, перед посадковым сезоном, когда нужно высаживать рассаду активно в открытый грунт, в защищенный в теплице. Это не повод покупать какие-то непроверенные сорта, гибриды в виде рассады на рынке у бабушек или, скажем так, просить у знакомых, есть возможность выбрать просто сорта, гибриды томатов, которые специально выведены для выращивания без рассадового способа. Выделить для них грядку, создать им условия, и они дадут вам шикарный урожай. Я считаю, что вот этот скромный результат по сравнению, опять же, с теми результатами, которые я получила по другим томатам в других условиях выращивания, скажем так, по срокам именно, потому что в начале срока вегетации они получали одинаково условия освещенности, полив, подкормки и даже обработки стартовали у них одинаково. Но в конце вся картина изменилась только потому, что так сложились обстоятельства. Это, конечно, не отговорка. Томаты такого с собой обращения не прощают, и мы результат видим, как говорится, на лицо. Если проинспектировать все остальные посадки в теплицах, вы мои томаты все видели. В группе я много в Садовом Мира ВКонтакте выкладывала и фотографии, и видео со своими томатами. Видно было, что урожай был отменный. И вот эти вот макдострадальные мои малышки тоже из последних силенок, вот они в кулак свою силу собрали и дают результат. То есть на следующий год я человек упрямый, очень азартный. Я хочу все-таки сделать, может быть, где-то небольшую грядочку и подобрать опять же такие же, скажем, виды томатов, сорта гибрида, которые с коротким сроком вегетации от посева до плодоношения. И хочу провести эксперимент в более чистых условиях, чтобы поделиться с вами опытом. В этом году, скажем так, первый блинкомом, но я очень довольна. Я открыла для себя резервный метод, скажем так, посадки томатов. Я думаю, что многим садоводам он тоже подойдет. И наши производители, в том числе и Сидек, я отбрала несколько вариантов. И потом семенами делилась, и люди тоже мне спасибо говорили, сказали, что да, действительно, с урожаем томатов они довольны и по вкусовым качествам, и по урожайности, поскольку успели сделать все правильно. Я желаю вам всем приятных, плодотворных экспериментов, отличных урожаев. Выбирайте правильные сорта и гибриды, и соблюдайте все правила агротехники. И тогда у вас будет потрясающий урожай и отличные результаты. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить все самые главные новости. Заглядывайте в группу Садового мира и в Инстаграм. Смотрите нас любым удобным для вас способом. Всего доброго и до новых встреч!